Да, начинай. Веди, ведущий. Уже веду. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С нами в гостях сегодня Сергей Дмитриевич. Здравствуйте. Игорь Андреевич. Эксперт по кнопкам. Я так полагаю. Я думаю, скажешь, эксперт вообще по всему. Ну ладно, так и быть скромным. Хорошо. Карта, FPS кап, второй раунд, 24-й год. Это, кстати, для хистери, да. Карта от Zilla, дизайн от госта. Очень хорошо, что гост только дизайном занимался. Но ладно. Так, я сказал, стартуем. Давай. Ну давай, посмотрим карту. В общем, мы начинаем без всего. У нас есть слайд поверхности, есть рампочки. Ну вот тут сразу видно, гост-то, да, как бы занимался вот этим. Навалил кучу. Да, навалил кучу неровностей. О, это тоже рампа. Ты его сейчас в ЦПМ, да, показываешь? Да. А что, вы ку-3 хочешь поиграть? Нет, ну надо уточнить для обзора, типа. У тебя же не видно, да? Правильно тут на ходе, да? Не видно, что ЦПМ. Вот я уточнил. Ну, всегда ЦПМ же. В общем-то, здесь понятно, что дают плазму. Потянутый триггер. Не доверху. То есть он натянул тебя досюда, а вот досюда, чтобы красиво не стал. Ну, это не красиво просто. Итак, первые кнопочки пошли. Кстати, есть триггеры у кнопочки? Это всё кнопочка? Это всё кнопочка, да? Это вообще отдельный разговор, где находятся кнопки на этой карте. Давай просто пока. Иди вперёд. Что видишь, то и делай, как бы. Я уже все плазмы потратил. А, да? Бывает. Ну, пусть так. Короче, две кнопки, которые нас толкают и добавляют нам. Упсов. Триггер, который даёт шафт. Кнопки наверху, которые... Шафт короткий? Погода холодная. Шафт короткий. Почему такой шафт? Короткий интерес. Вроде длиннее был. Корма кунага. Когда он был длиннее. Не знаю, а. Как будто в квейке длиннее. Нравится слейк. Джампад, который никак не обозначил, что тут джампад. Просто текстура срезанная. Кстати, да. Кнопка для гантлета. Либо не только для гантлета, да? Я так понимаю, чем угодно её можно. Ну, у тебя здесь только пила. Ну, да. Плазму. Выбегаем в какой-то широкий коридор. Сверху у нас клип. И слава богу, что он сверху есть. Я тоже скажу почему-нибудь об этом. Да. Я чувствую даже, что слава богу, что он здесь. В общем-то, есть четыре кнопки здесь. Две по бокам. Одна сзади и одна наверху. Значит, боковые нам и верхние дают высоту. Я правильно понимаю? А вот это даёт скорость. Да. И высота у всех одинаково даётся. Здесь нам... Нам ничего не дают. Просто так. Нам ничего не дают, но почему-то гантлит. Как будто нам... У нас тут все пушки отберут. Ну, как будто тут намёк. То есть, типа, доставай пилу, пили кнопку. Здесь клип. Не ваупен клип. Ты хотела буст от сны делать, Лазмой? Мало ли. Там кнопка, значит, пихает нас с большой скоростью. А если мы не идём по кнопке, то, соответственно, здесь ничего нет. Есть сосульки. Не закрепленные. До них не долетаются обычно. Так. И... Попадаем вниз. Нам дают гранату здесь. Здесь у нас тоже кнопки, которые дают нам высоту. Дают плазму. И ещё одна кнопка. По которой стреляешь и финишируешь карту. В общем-то... Ну, карта приятная. Не знаю. Мне понравилось. Понятно, шафт картинечки чуть-чуть. Но... Но, как бы это... Ты снафт включи. Ты чё? Слышь? А включи шахт? Э, включи снафт. Нет. Так. Во-первых, я на обзоре. Это уже не уважение. Ключишки. Всё. Смирись с этим, значит. У меня глаз будет резать это. Ну ладно, хорошо. Ребят, я как мог старался. Он не хочет. Да не нужно здесь ставку, спи. Давай, я даже почти свой тайп побил. Ладно. Ладно, притормози. Давай посмотрим детали. Стой, стой, вернися. Давай, вернися на ставку. Какие детали? Убери триггеры. Значит, смотрите. Карта, конечно, хорошая, но есть такие недостатки, которые очень трудно избежать. Например, вот на старте, на стартовом слайде, есть стык в самом конце. Если ты просладишь с самого конца, ты, конечно, его не словишь сейчас, но делаешь, видишь, текстуры отличаются внизу? Здесь синенькая решетка. Вот здесь стык. Справа только. Да, ну не в самом конце, а там несколько мест, куда можно врезаться, куда можно прыгнуть. И это очень бесило, потому что ты хочешь максимально хорошо просладить. И часто ты жмешь прыжок там. Ну, я не словлю, наверное. Ну, забей, забей. Ну, ловится там через раз, это очень бесило. Так, в принципе, на старте больше, сказать, нечего. Некоторые использовали кучу справа или слева, ну, как рампу, да, но эффективнее в цепи слайдить. В УК-3 эффективнее, конечно же, падать на кучу снега. Потому что не посладишь особо. Ну, да. Вот, и тем дальше, видим триггер плазмы. Стой, не спеши. Его никак не забудить, то есть дается две плазмы и все. Ну, это к тому, что есть триггер, который можно забудить. Но об этом позже. Да. Иди дальше. Так, стопэ, стой, стой, подожди. Значит, как работают кнопки? Ну, во-первых, да, тут клипы. Сюда никак не пролететь. Была мысль, спустись вниз. Была мысль удариться об эту наклонную рампу, которая справа на скорости, и как-то залететь в дырочку. Ну, типа, знаешь, есть такой баг, когда ударяешься как-то об наклоны, она тебя чуть подкидывает. Угу. Ну, ладно, это так. Что ты делаешь? Ну, не давил маппер, ну и что? Ну, это, это гост, это гост. Ты можешь сразу сказать, где сделал гост. Вот это, я вот... Интересно, там плазминка пролетает, вот эта дырочка маленькая. Ну-ка. Ну, куда такой бахнут? Не, вроде не пролетает. Так у них этот одинаковый размер. Ну, там просто клиплено все, да? Ну, да. Ну, все, ладно, понятно, хорошо. Так, как работает кнопка? Так, поостановись. Значит, чтобы она дала максимальное количество скорости, нужно, чтобы в момент выстрела ваша скорость была максимально перпендикулярна кнопке. И она максимально дает 400. То есть стреляете, максимально себя направляете в стену кнопкой вперед, если ЦПМ, ну или стрейфом ВК-3. И она дает почти 400 скорости. Да, ровно 400. Типа... Че? Ровно 400 дает. Да, и... Если по-простому, то там ваш электр скорости как бы раскладывается по осям. Получается, и чем перпендикулярнее, тем больше скорости дается. То есть, если будет там под углом примерно там 45 градусов, то будет 400 деленное на корень из двух примерно. Ясно. Ясно, ясно. Большой нож. А, были варианты стрелять сразу по первой кнопке, а потом по второй. Но есть роут, когда первую кнопку мы скипаем, и потом две плазмы стреляем во вторую. Ну, я так потестил, мне показалось это медленней. Но потом я увидел демки клана FPS, и мне что-то так показалось, что... Ну, вроде как пример одинаковый, ну, не знаю. Спорный вопрос, в общем. Ладно, по эти кнопки... Все. Что такое? Ну, смотрю просто. А, стоп, смотри, на ли, видишь, что эти точки? Вот эти точки черненькие. Мне издалека казалось, что это какие-то черкаши на стене некрасивые. То есть, если посмотрите... Типа, что это такое, почему такие текстуры здесь? Да нет, ну, текстуры приятные, кнопки выделяются, типа, все, все приятно. Ничего кроме кнопок на карте не выделяется, типа, так, чтобы прям тебе... Ну, да. Так, по поводу шафта, значит, стой, стой, остановись. В начале комнаты встань. Были мысли, типа, тут прямой туннель, да, казалось бы, как можно себя ускорить. Но мне прошла такая идея в голову, видишь, вот наклонные рампы, эти дуги такие по бокам, синенькие, подсвеченные. Была мысль, типа, шафтом стрелять вверх, ударяться как-то под углом в эти рампочки и получать от них скорость дополнительную. Но они кривущие. Мне кажется, это забей, да. Да, они очень кривущие, я даже таймскилли не смог сделать. И, да, забей, то есть надо как-то выворачивать. Тут скорости как бы много, по идее. Ну, хочется лишней скорости все-таки, да. Ну, хочется, но ты, получается, не знаю, ну, невыгодно, короче. Была бы она острее, может быть, еще, да. Ну, да, и там еще, кстати, внизу слик, где вода. Там, я думал, тоже как-то слик заезжать, но, к сожалению, нет. Ну, нет, тут совсем забей. Слишком много скорости, чтобы это юзать. Да, ну, тут просто стрейф по прямой, максимально стараемся оттягивать зону, стрейфиться. И вот на слик желательно приземляться как можно раньше, чтобы больше сликать. Ну, да, чтобы получить максимальную скорость. Слик, кстати, начинается где? Ну, где там, именно там, где слик. Ну, да. Ну, всякое бывает, знаешь, мапперы это делают, такие вещи надо проверять, потому что бывает, что я и досюда дотягиваю, как бы. Тут такие смешные эти какахи торчат прозрачные из слика. Посмотрю. Кстати, да, вот этого вот я не понял. Ну, понятно, что это опять придирки, но зачем тебе, типа, перед лицом какие-то штуки, чтобы мешались еще? Ты их, наверное, в целом не замечаешь, но оно все равно не очень приятно. Да, тут такая узкая комната, узкие туннели. Хотелось бы все-таки делать волстрейф, волслик точнее, но при волслике, при приземлении со скоростью больше, чем 200 упсов, срабатывает ским. И слик, волслик срабатывает только через 250 миллисекунд. И это очень невыгодно, поэтому я отказался от волслика. Ну, тут и сликать не шибко много. Да, да, и у меня в демке вообще нет слика, но это потом. Можно приземлиться низкими стенами, но нужно идеально ловить спейсинг. Типа, очень четко делать с шафтом под лед, и, в общем, да. Ну, там, в принципе, все остальное в демках видим. Давай дальше. А, про эту кнопку, значит. Как получить с нее больше скорости? Тут работает такой же принцип, как и в предыдущих кнопках. Нужно... Сейчас, я не так. Так, она дает 800 скорости, но если набрать еще дополнительно по горизонтали 300 упсов, то получается по теореме Пифагора 300 в квадрате плюс 800 в квадрате, и квадратный корень получается примерно 850 с чем-то. Таким образом, если набрать по, получается, горизонтали 320 упсов, то даст на выходе 850 примерно. Ну, попробуй. Набери по горизонтали. Так, да я только что сделал. Ты когда говоришь, ты не видишь, что ли? Вот, видишь, у тебя плохо получилось. Надо, короче, предварительно врезаться в стены и вдоль стены набирать. О, надо коснуться стены, чтобы у тебя не было скорости, противоположной скорости кнопки. Тогда будет нормальная скорость. Понял? Душный, да, душный обзор получается. Меня, не души меня-то, я-то все понял. Хорошо. Дальше. Так, значит, начинается самая неприятная комната на карте. Начнем с того, что кнопки боковые, а не пилятся, кто не знал. Но пилится только правая кнопка. Попробую пойти в левую кнопку внутрь. Тут можно стоять, да, и сюда можно залететь. Это не позволяло ее пилить на скорости. Что ты делаешь? Нет, ну, можно пильнуть, но вот только изнутри. Вот, а это пилится снаружи именно. О, ну вот это косяк жесткий, кстати. По поводу того, как эта кнопка работает, будь ты позже в моей демке расскажу. Ну, давай, наверное, знаешь, что? Тут больше сказать на нечего. Покажи-ка мои демки, какие, возможно, тут пути. Я сразу объясню. А, сейчас покажем демки, которых не было на обзоре, ну, которых роутов не было на обзоре. А, давай баттн. Ну, давай начнем с old... Не, бежи, 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 бежи. Давай начнем, да, с old 2. Покажи первую демку в замедлении. Значит, какой был способ прохождения здесь? Карта устроена таким образом, что справа от кнопки находится балка, которая находится на высоте 302 юнита от предыдущей платформы. И сюда можно залететь при идеальном спейсинге именно с этой скоростью и вот до этой платформы, именно до второй ступеньки. Ну, и дальше просто проходим, как проходили. Если бы кнопки не перились, ну, это тоже покажи, да. Если бы не было абьюза с ТП, которое мы позже покажем, то этот роут был бы самый быстрый на карте. Ну, да. Может, побыстрее тут просто джамп. Что такое? А, быстрее показываю. Ну, это же твоя демка в таймскейле. Вдруг ты что-то сказать, не успешишь еще пересматривать. Да, мы стреляем в плазминку в ту кнопку, до этого еще дойдем, и получаем 10 минут дополнительную скорость. Программа трампу и стреляем на финиш. Все, закрываю. Что-то смакуешь. Точно? Потом посмакуешь. Так, тебе показываю 1 плюс 2. Значит, это у нас роут. Если бы не было баги с кнопкой, которую я и взял. По-моему, да? Сейчас я посмотрю. А, не-не-не. Это, короче, роут, который я проходил первый день. Это сюда запрыгивать? Да, и вот сюда проходить. Так вот. Задучки даблджамп. Да, надел даблджамп и стрелять кнопку, ну, как до этого было то же самое. Это когда еще я не знал, что можно кнопку пилить. Так, это что у нас? А, во, это, по-моему, типа... Сейчас. А, да-да, во. Замедли. Это роут, если бы не было бага с кнопки. То есть, долетает сюда, до последней ступеньки. Это очень сложно сделать, особенно без темскилла. Это демки записаны в темскилле. Дальше мы прыгаем сюда и стреляем две плазминки в кнопки. Кнопку для дальнейшего роута. Вот. Здесь он не получился. Да, мне не хватило, короче, расстояния. Так, а это с ГБ. Да, вот здесь можно сделать ГБ при... Короче, когда плазма дается, можно застрейфить так, чтобы сразу делать ГБ. Но, слава богу, оказалось медленнее. А что, с ГБ весело выглядит, по крайней мере? Там очень сложно в дата-стрейфе ДГБ. Ну, ты слабый просто. Думаешь? Да. Пипи-пипи-пипи-пипи-пипи-пипи-пипи. Так, что это мы еще не показали. А, сейчас до финиша, даже и все дойдем на финише. Пойдем на карту обратно. Пойдем на карту обратно. Пойдем. Так, если что, то мы во втор... Лейти туда сразу. На вторую комнату. Ну... Не, потому что... Бинда нет, по-моему, на скорость. А на сервере не работает G-Speed. А, у тебя не сервер, да, точно. У меня просто нет биндов, ребята. Ну, веди G-Speed большую. Ладно, шо-то какая-то. Полечу. Было как раз... Классно, Рокетран, да? Да, был бы, кстати, прикольный Рокетран. Если бы еще ракеты таймить с кнопками. По кайфу вообще. А, стой. Была еще идея, короче, биться об эти боковые рампочки сверху. Как-то шафтить и в них ударяться. И тоже скорость получать. Но это не получалось. Ну, кажется, выгоднее просто на слег сразу. Да, да. Но она типа быстрее тебя на слег опускает. В общем, не, невыгодно. И не получалось. А, давай покажем ТП, да, наверное? Вот внизу вода. Ага. Если в него пасть, тебе триггер сразу до 4 плазминки. Даже если там, по-моему, КД не подошло, все равно до 4 плазминки. Хотя нет, там, по-моему, КД как раз и подходит. В общем, в ОКУ-3 это самый топ-роуд. Падать сразу в воду и получать еще 4 плазминки. То есть, ты летишь, ты стреляешь на развороте. Че? Не, я не собираюсь. Смотри, ты летишь, разворачиваешься, падаешь в воду. Вот. И потом еще стреляешь. Ну, покажи демку СТП, да, чтобы примерно люди понимали, о чем речь. В принципе, в ОКУ-3 это все делали, но в ЦПМ-то как-то так будет выглядеть. Я так сделал. 4 плазминки. 2 плазминки, 1 плазминка наперед, на всякий случай, чтобы долететь. Блин, надо замедление показывать. Я все понял. Ты не понял? Хорошо. Замедли. Тут пилим и 2 плазминки для роута на ским. Сейчас мы про него расскажем. Но я тут не долетел? А, не, долетел. А, не, долетел. Все нормально. Так, а ты вырубай. Давай тогда расскажем про финишную комнату. А то люди думают, что это за ским, что ты делаешь? Непонятно ничего. Так, значит, финишная комната. Ну, давай начнем с демок. До того, как мы узнали, что можно скимить потолок и вообще, что можно стрелять в кнопку плазминкой, были такие мысли. Это что за текстура? Это я не знаю. Что это за текстура? Ну, мне нельзя цепиться, кстати. Были вот такие мысли, чтобы кинуть гранаты? Таким образом... А, у тебя не показывает структура, к сожалению. Чтобы граната дала скорость в этой трубе. Смотри. Сейчас граната долетит. Опа, она подкидывает здесь. Ага. Типа, чтобы быстрее подниматься. Ну и покажи вторую сразу. Это чуть побыстрее. Блин, без траектории, конечно, непонятно. Было бы красиво. Вот она только сейчас дала скорость вертикальную. Траектория для бомжей в Москве. Думаешь, да? Ну да. Ну, хорошо. В общем, она пихала в тот момент, когда ты находился около кнопки с плазмой. Получалось красиво. Давай, возвращаясь на карту. Не возвращаясь на карту, будем рассказывать про кнопки на финише уже. А что ты про них хочешь рассказать? Ты бы сказал, что мы будем туда-сюда, я бы засейвил все хоть Москаль. Что такое? Блин. Как это, блин, первый раз? Ну. У меня на рефлексе сейв обычно я просто захожу сейвлюсь там где-нибудь. Особенно обзор. Как же он Строфита? Заслайдил, красавчик. Сохорни здесь. Значит, были варианты идти прямо и пилить вот эту кнопку. И либо делать дебл-жамп. У этой кнопки есть одна особенность. Короче, если пильнуть ее в самом углу, то можно сохранить больше скорости. То есть, если пильнуть ее в самом углу, то получается она позволяет сохранить больше скорости. Я не знаю, как это точно работает. Кстати, ее нельзя снизу пильнуть, она только в полете пилится. Да? Да. А зачем? А если я в момент приземления хочу пилить? Ну вот, все и все. Вот, мы это в демках посмотрим, поэтому не буду особо на этом акнестировать внимание. Скажу только то, что она толкает четко по горизонтали, то есть по оси, а тот туннель находится под углом. Вот эти рампочки хотели использовать. Нет, а куда там не вылезть никак. То есть, ты хотел использовать слик, который на самом полу внизу, где там куча еще стен, что мешается. А вот эти рампочки, а что если видео, а что эти зольт? А как ты, ну а как ты это, что ты здесь делаешь? А как ты слик завязаешь, там вообще не варял, тут хотя бы хоть что-то можно подумать, да, может даблджамп какой или еще что. Слушай, ну когда осталось весь инроуд со скимом, то забей какие-то рампочки. Так, давай по кнопкам быстрее. Кнопки, 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 значит. Ну быстрее, а что по кнопкам? Значит, смотри, тут, в отличие от следующей кнопки, она ресетит всю твою вертикальную скорость и дает тебе ровно 500 апсов вертикально. То есть, с какой бы ты скоростью ни падал, и с какой бы скоростью ты ни поднимался, что важно, она тебе ресетит всю скорость, любую падающую или восходящую, и дает тебе ровно 500 апсов. И поэтому мы отказались от гранаты в этой комнате, потому что если кинуть гранату с задержкой и начать плазмить там дальше, то граната может ресетнуть твою скорость на подъеме. То есть, ты начинаешь плазмить, там, тысячи, там, тысячи, тысячи, триста, 500 сразу станет от гранаты. То есть, тут понятно, теперь иди к плазме. А на плазме тебе мало того, что добавляется... Не-не, верните, я пошел-то. На какой плазме? На финише, на финише уже. Да, на финише. Она мало того, что тебе добавляют скорости постоянно, то есть не ресетит, по 300 апсов накидывает. Охрени здесь. Так она тебе еще и... Слушай, сейчас помрешь. О, бля. Она тебе еще и твою вертикальную скорость, если ты падаешь, она преобразует в вертикальную. То есть, попробуй стрельни пару раз и потом плазминку наперед кинете. Стрельни? Ну, еще. Вот, она как бы преобразует в вертикальную скорость и добавляет еще 300 апсов. То есть, можно даже с одной плазминкой долететь до финиша. Ну, это так. Заметки. Ну, мазь. Ну, понятно. Ну, в целом все. Так, что-то осталось там по демкам показать? Нет, только основные. Ну, с кнопками я скажу, вы, москаля, так сказать, слушайте и записывайте. Потому что, как работают кнопки, важно знать принцип. От этого может зависеть судьба вашего тайма. Потому что, если вы не знаете, что вот эта кнопка ресета, это вы будете использовать говнороил. Говнороил от кого-нибудь, то это как бы это. Так, что еще сказать-то? Ну, ладно, остальное, что мы не сказали, наверное, скажем в демках. Надо, чтобы сильно не душнить. Ты куда побежал? Пантуется, пантуется. Ой, прям распантовался, прям. ГБ, ну, конечно, что бы ГБ-ц ты не сделал. Ну, да, я вот такой человек. Блядь, дырки вот эти, конечно. Остальное в демках расскажем. А, еще Диман в АКУ-3. А, или это потом? После АКУ-3 демок покажем, да. Так, ладно, начинаем с АКУ-3, топ-20. Кет, 33, 6. Поздравляем Саклана. Поздравляем с АКУ-20. Очень плохо, Кет. Как же он не хочет СНА включить, а? Смотрим, АКУ-3 роут. АКУ-3 роут нормально, вроде. Ну, включи СНАП, ну, пожалуйста. Ну, я тебя умоляю, у меня глаза прям... Смотри демку, Москаль, демку смотри. Будет стрейф. Включил СНАП. А это что, не стрейф, что ли? Стрейф карта, когда будет. Так, значит, он две туда, туда, сюда. В самом конце ударил кнопку. Вот он использовал бакс с кнопкой, то есть он пенул в самый последний момент и сохранил большое количество скорости. Вот, он делал правильно. Так, я объясню еще. В конце не вся плазмала успевала долетать до кнопки, поэтому в какой-то момент было выгодно начать климбить по стене, чтобы сохранять хотя бы какую-то уже имеющую вертикальную скорость. Ну, это так, если кто не знал. Все, давай дальше. Эффект 33-4. Кстати, следующая карта от Эффекта с Аксессом. Очень интересно посмотреть. Я прямо заинтригован. Мне кажется, это должна быть очень хорошая карта. А вы уже играли, кстати, в Треть Ром? Да, я поиграл чуть-чуть. И что, как тебе? Ну, на стрим, на обзоре будем. Ну, скажи вкратце, типа, лог, не лог. Ну, тесновато, лоскульно. Есть прям два слова. Эффект молодец. О, пошел, короче, обью с ТП. Стреляет плазму наперед. Очень много выстрелов. Очень много выстрелов. Да, да. Первые чуваки будут проходить с плазмой, они будут стрелять ее заранее, и не сохранить плазму на финиш, получается. Это невыгодно. То есть лучше все-таки внизу иметь скорость, чем наверху. Ну, это такая общая ошибка у всех. И пока все проходят вот здесь вот, короче, в стенах. А, во, первый человек, который не врелся в правую стену, сохранил больше скорости. Красавчик. Если не читер. Не, не читер, это нормальный роут. Яс. Вот тут было сложно так рассчитать спейсинг, чтобы в яму пасть нормально. То есть там можно делать минус прыг, но очень сложно. Ну, вот ему как дало 6000, а внизу ничего нет по факту. То есть, и медленно, да? Ну, да. Зачем ему 6000 наверху? Непонятно. Ну, ты все равно... Если бы карта немного по-другому сделана была, было бы выгодно, наверное. Да, если бы не было схема в Аку-3, то, наверное, ну, возможно. Но все-таки хотя бы одну блазминку на низ я бы оставлял, потому что там очень медленно без нее. Да, жукопил. Да, вазер. Да, кразил стрину из Скотландии. Скотландии? Да, Скотландия. Даже в Аку-3 можно себя стрейфом немножко отклонять больше пермотикулярной кнопки, чтобы получать больше скорости. О, это все кнопка, да? Да, там потолок и есть кнопки. А, мы не сказали, что есть кнопки. Ну, в Аку-3 расскажем. Не все кнопки, они визуально совпадают с их, короче, с триггером. Вот это косяк, конечно. Вот он кинул... Вот его быстро перемен. Да, да. Возможно, из-за этого он и перегнал предыдущего чувака. Возможно, на целых пять фреймов. Да. Вау. Ну, перегнал же, ну, что-то. Было сложно не врезать, конечно, в стену от левого. Ну, вот здесь вот то, что вот это все кнопка, это надо было другой какой-то триггер придумать. Я так понимаю, они просто скачали какой-то ассет. Да, одна и та же анимация на все кнопки. Да, ну, анимация, понятно, пофигу. А вот, ну, не знаю, ну, как-то вот сделать. Ну, потому что я все это время думал, что именно вот здесь кнопка. Да, согласен. Некачественно. Понятно, что если ты карту поиграешь какое-то время, и ты там, может, случайно как-то стрельнешь раньше или позже, и ты такой, о, это все кнопка, и начнешь тогда уже с большим пониманием играть. Это как бы... Это неприятно, когда визуально не совпадает с тем, что на самом деле происходит. Да, это такой момент, как бы... Типа, это особо геймплей, конечно, не прям мешает, но это, ну, неприятно, скажем. Ну, неприятно узнавать такие детали. Типа, когда ты уже там за пару дней поиграл. Ой, вреда, ой-ой-ой. И все равно ремонтится в предыдущем. Вот, видишь, плазмить начал. Красавчик. Красавчик. Джейчхай и всегда красавчик. Так, Нибит, 327. Там, главное, не начать раньше времени плазмить, что это хуже будет. Ну, на сколько фреймов? Хуже? Да. Ну, на соточку, полторы. Ага. Ну, чуть меньше, наверное. Ну, как сильно ты ошибешься, там настолько и будет хуже. Ну, если ты плюс-минус там все равно идеально не сделаешь. Плюс-минус там сколько ты фрейм потеряешь? Два? Типа. Ну, три? Ну, я не знаю, я не считал прям настолько. А вот он не кидал. И все равно быстрее. Может, поэтому погнал? Как считаешь? Нет, не поэтому. Не поэтому? Нет, не поэтому. Ну, ладно. 32,6. Ярд. Ярд. Ну, я звук утре не очень шаря, там потестил немножко, а так я прям деталей не знаю. Надо было Димана звать тогда. Слышь. Зачем? Он бы из-за кнопки пояснил и зацепил из-за утре. Я тоже его к двоечнике вообще-то. К двоечнике. Я и говорю, Димана, наверное, было звать. Но он тут поздно начал падать. Не, нормально, на самом деле. Просто ГЭФ такой сделал довольно долгий. Долг по земле. О-о-о-о! Вот это ошибка. Пешком ходить. Хотя, может, ты не ошибка. Может, он специально затормозил, чтобы кнопку упасть стабилен, но мы этого не узнаем. Но выглядел как ошибка, на самом деле. Ну, тормозить, в целом, как бы, ну, не здесь. Я понимаю, что есть карты, где, да, тормозить надо, но я не считаю, что это здесь. Он здесь просто, не знаю, сотку или две пешком проходил. Ну, условно. 32.5 поизон. Кстати, мне еще не нравится, что... Получается, рампа двухсторонняя на старте. Так. Но, как бы, это не значит, что ты можешь оба серпа делать. Я вообще сторонник, если карту делать, то старт всегда должен быть адаптирован под оба серпла. Ну, типа, левый и правый. Правильно? Да, ну... Ой, я ведь долго ждал. Да, долго ждал. Слушай, ну, какая структура карты? Так играем, что нам, как бы, выбирать не приходится? Нет, ну, тогда не делай, значит, вторую сторону гладкой. Я не знаю. Ну, то есть, он же предполагает, что можно и справа, и слева. Типа, роуты. Вот, вам надо потестить, где быстрее. Ну, тут даже слепому понятно, что быстрее слева. Типа, я сомневаюсь, что кто-то справа будет прыгать. Ну, может, кто-то будет, не знаю. Ну, я не видел, по крайней мере. Просто правый зеркал, очевидно, выгоднее здесь. А это уже, получается, для тех, кто не умеет правый зеркал, это уже очевидный минус, просто... Нет, ну, что он еще не умеет? Ты дифрагер или, как бы, не умеет? Надо не обтереться. Понятно, что ты дифрагер. Зря трюкнул. Надо делать, чтобы подобно зеркал было, в любом случае. По карте, где-то, все равно моменты есть. Ой, сколько на стерлят его. Да, вообще, это фигано. Ну, то хорошо, смотри, кнопку хорошо сделал. Из-за этого, мне кажется, он выиграл, не был. Триксер? Триксер, да. Что про что сказать? Еще он, кстати, расист. Так что не будем. Недосуждаем. Осуждаем триксеров. Блицезвай, давай. У всех триксеров осуждаем. Всех, кроме советских. Ой, как он рано стрелял. Ну, кстати, как вариант был, но лучше все-таки скорость какую-то настрефил. И вышел бы на то же самое с кем, только с большей скоростью. Ну да, тут, по идее, надо находить такой баланс, балансный тайминг. Вот зацепил милый. Болицейский разворот. Блин, физический разворот. О, три, смотри, что будет, смотри, смотри, смотри. Бум, зацепил милый. О, 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 феникс. Не осуждаем. Улыбается. Смотри, как правило. Довольный. Так, довольный. Смотри, суп из Норвегии, смотри. Норвежка суп ру, наверх, 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 ксу куда нет? Нет. Нет. О, нормально скорость. Нормально много скорости. То есть, в этом месте нужно было использовать сайдстрейв. Ну, халабит, то есть. Он был проще, по крайней мере, по исполнению. Ну, и может, подваски. Во, нормально. Вот это я понимаю, человек. Хотя падал, получается, все равно долго. Можно было не прыгать в последний момент и соскользнуть, мне кажется. Да, да, да. Еще, мне кажется, у них на старте у всех, типа, медленно, потому что там, наверное, можно как-то этим гранд-фреймом, типа, вырулить, сохранить больше скорости. Но мне может кажется. На старте гранд-фрейм и в каком месте? После кнопки перед шифтом, получается. Так, это иван, пакистан. Нет, ну смотри, биться в наклонной всегда выгоднее в дифраге. Ну, да, нет, можно удариться первую наклонную, а потом сделать ГРФ, да. Иначе там не войдешь, там стена наклонная довольно длинная, мне кажется, не получится. Ну, надо тестить. Мне кажется, что... О, он страдал только три. Ну, это в целом. Ну, вот здесь вот, кстати, вот на той... В той комнате очень важно, кстати, много скорости заиметь, потому что там, получается, ты много с этой скоростью прыгаешь. И если у тебя, типа, если у тебя, ты прыгаешь 2200 у тебя на всем промежутке, а у кого-то 2500, то тот, кто с 2500 тебя просто на века вперед обгоняет, потому что... Слушай, а мы так и не пояснили про ским вообще, как это работает. Почему ты, как бы, прыгаешь на пол, а ским потолка? Ну, как бы, нелогично, да? Может, люди не понимают. Давай на следующей демке, ну, я подробнее расскажу, как это происходит. Ну, в смысле, тебе же кнопка ресетает, типа. А, чё ресетает? А какая кнопка ресетает? Ты о чём? Ну... О, 1300. Ой, хороший строй в начале. Ну, говорит, говорит, чё. Ну, ща, посмотрим, чё-то хорошо. Хорошо, давай вот этот момент найдём. Тоже в ТП. 4 успел. На 4, 2, 700. Ну, тормозил здесь, прям. А, тут не будет, нет, с кема, нет, с кема здесь. Забельский. С кема, да. Ну, без с кема, прямо медленно, по идее. Джилл Ван, ты хочешь, хорошо было бы, если ты бы включил параметр, который показывает вертикальную скорость. Я не помню, какой он по счёту инфо. Если тебе не впадло, найди, ну, мне кажется, типа. Я впадлу, мне кажется, это вообще не... Я просто вам объясню. Мне просто интересно, что ты думал, какой reset кнопки, это вообще о чём говоришь. Ну, типа ты, по идее, не должен скинуть это. Нет. Но так как тебя кнопка пихает... Не в кнопке дело, чувак. Сейчас пойдём. Я подойду, он кидает, да, он кидает. Три даунки. Ну ладно, всё. Значит, тормози прямо у рампы. Пролетел, короче. Ладно, следующий у вас. Хороший скинг, там могли бы здесь рассказать. Ну ладно, следующий, хорошо. Диман, 31, красотка. Такой, отрыв, ты видишь, там, отрыв, куда? Отрыв, 0,8, столько хотел, жалко, Димана. Жалко, Димана. А чё, жалко? Диман, приходи на обзор в следующий раз. Он столько подсел, а всего лишь одно место. Диман, столько подсел, а на обзор не позвали. Я вообще несправедливо, я считаю. А, я ночь мало платил, да? Не зла, мне кажется, ты мог бы получше постараться. Ну, может быть, да, согласен. Он сделает, поэтому... Вот он, да, делает баг с кнопкой, то есть сохранен большее количество скорости. Ну вот этот баг, это тоже... Ну это вообще днище же. Это будет. Вот это ловить, типа, на такой скорости ещё. Я могу, может быть, принять это, если скорости, там, в 10 раз меньше, и ты можешь это плюс-минус контролировать, когда ты летишь, типа, с тремя тысячами. Ну, такое. Ну, это не выглядит как задумка, то есть это, ну, правда баг. Такого быть не должно. Ну, это, по идее, понятно, что такое, и не потестишь особо. Типа, ты же не можешь прям все моменты тестить. Но, ну, неприятно. Из-за этого карта становится хуже, мне кажется. Тем более, это финиш, считай. А когда ты играешь на результат, то ещё забей. Это позволяло падать сразу в яму, это довольно много давало. Так, а, значит, в чём прикол? Давай, я сначала свою версию скажу. Значит, момент касания... Подожди, подожди, а чё? Ну, у тебя же момент касания, у тебя есть определённое время для скима, правильно? Ну, а почему у некоторых работает скима, а у некоторых не работает? Допустим, у меня ским не всегда получался. Ну, почему? Смим работает только тогда, когда ты приземляешься скоростью больше, чем 200 упсов по вертикали. Бывает такое, что ты слишком быстро летишь, что ты не успеваешь упасть, не успеваешь набрать вертикальную скорость на гравитации такую. Да, ну, поэтому ты не можешь скимить там, если прыгаешь на ступеньке вверх, например. Ты не можешь скимить. Ну да. Вот, и... Тут, смотри, тут важно всё. Тут длина туннеля. Если бы длина туннеля была чуть больше... Ну, продолжай потихонечку. То времени на ским... Ну, времени скима не хватило бы, чтобы заскимить весь потолок. То есть в ЦПМ там хватает буквально притык фреймов, чтобы 250 миллисекунд, как раз вот на этот пролёт, ну, ским активируется от падения на 250 миллисекунд, да? Знаешь, да? Хорошо. Вот. И если бы туннель был длиннее, там буквально на 100 юнитов, может быть, да, то ским был бы невозможен. Либо надо было 3 плазминки стрелять в кнопку, а если стрелять 3 плазминки в кнопку, то, скорее всего, в ЦПМ пройти бы нельзя было без абьюза ТП. Вот как твоку тревси проходят через ТП, так же в ЦПМ проходить. Вот. Мне интересно, это... Чего-то, типа, маппер задумывал, что с кем должен быть им... Нет, маппер не задумывал, я это узнавал. Ну, это... Не знаю даже, хорошо или плохо. Ну, наверное, все-таки это хорошо, потому что Трикс очень красивый. Я когда узнал об этом, мне по башку снесло. Как? Что? Это как? Это возможно? Оказалось, возможно. Гаппер. 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 Дальше всех рот будет под копирку, просто кто-то быстрее застрефил, кто-то там. Гэф быстрее сделал. Вот это все. Клуба. Это же в Ку-3. Но Гэф не идет в Ку-3. Прык. Тут можно не прыгать, можно что-то скользнуть, это даст еще больше по времени преимущества. Баг угла. Ага, лишний распал прыгнул. Изи. Или там нельзя в Ку-3 упасть. Я вот что-то не помню. Стром получается лишняя скорость выгодна. Так или иначе с этим багом. Так, Ксас. Стоит. Что, Ксас справа будет сейчас прыгать? Или что? Внезапно. С Молл Стрейфом. А, нет. Не-не-не. Ксас получил топ-4, да? Да. Тысяча восстит. Тысяча девятьсот набрал. Тысяча. Хорошо получилось. Хороший старый Ксаса. Ксаса вообще красавчик. Так, что по прыжкам здесь? Ага, минус прыгни, делал. Притормозник, чтобы не упасть в яму. То есть иногда есть тебе скорость дает слишком рано, ты перелетаешь по спейсингу, поэтому можно было подстраховаться и притормозить. Вот. Топ-3 про Кирпу. Три про Кирпу с большим отрывом. Да, посмотрим где. Жаль, Ксас не перебил. Но он мало играл, очень. Чуть похуже стрельф, меньше скорость сохранил, чем Ксас. Он набирает хорошо. Угу. Убрал хорошо. Да, вот здесь, типа, минус прыг. Во, да, и соскользнул, да. На, это быстрее получилось. А может, и нельзя в ку-3 долететь, там, сразу в яму, и что-то не обращал внимания. Ну, не важно. Ацид. Второе место. Поздравляем. Поздравляешь, получается. Не, ну о чем? Мы что, нереде, что ли? Ладно, поздравляем. ФПСы занимают тот место. Красивый инвер. Он же инвер, да, стрельфинг? Да, да. Ой, зацепил. Ну, там можно проконтролировать, чтобы прямо упасть, мне кажется. С ГФ, да, можно, возможно, упасть, но я не уверен, сколько-то сложно. Мне кажется, очень сложно. Ну, не, не легко, я бы так сказал. Так, дельта. 28,9. Чуть-чуть. Ну, то... 0,4 отрыв. Угу. Так, поздравляем стоп-1. Да, поздравляем дельту. Ой-ой-ой. Ты смотри, какой стрельф. Ну, тут хорошо. Ну, тут вообще базара 0. Лучше стрельф. Ну, не добрал немножко, по-моему, прокипопа был больше скорости, да, в конце? Перед вторым жопадом. Эх, тоже цепанул. Но еле-еле. Ну, может, а по-моему. Типа, может быть, это было просто не... не очень стабильно, поэтому никто особо не старался делать. Слушай, а куда он там попался, попытался пострелить? Ну, да, посмотрим замедление или потом. Да, еще раз посмотрим. В конце... В конце нужно было стараться перед клаймой по стене попадать в кнопку. Она давала больше подъема скорости, вертикальной скорости. Это где-то сотку давала. То есть, я тестил в таймс-скейле, там можно попасть одной, максимум двумя плазминками. Ну, тремя прям и со всем ботом проходить. И это увеличило скорость подъема наверх. Блин, такой бред, кажется, этим багом. Че, где замедлять? Че ты хочешь? Вот в конце, на финиш. Вот че он сейчас... Блин, куда он там стрелил? Че-то... Он в кнопку попал. Видишь, он попал на кнопку? А до этого он че сделал, я не понял. Че, смотрел вниз? Заранее, да, просто смотрел? Он там граната не стрелил? Нет, ничего не сделал. Не, блин. Не, 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 не. Но он попал, красавчик. Ну, попал. Может, это случайно, думаешь? Нет, я пытался так стрелять, но в демку у меня не получилось. Это нужно делать. Так, показываем демку Димона. Почему? Потому что этот старый Уроуд, но он проходил без стп. То есть вот сейчас мы смотрели все демки, и не все были стп. Меня немножко это расстроило, что такая слабая вариативность была. Вот, а он проходил без стп сначала. И вот такой хороший тайминг сделал. 38 ровно. Вот, таким образом это выглядит. Да, можно, пока ты тоже был пилить кнопку. Вот так это выглядит. 75 градус для климпа? Стреляй в кнопку, Диман. Ну зачем ты это делаешь? Зачем ты меня хейтишь? Ладно. Нет, какое место бы занялся этой демкой? 38. Ну то же самое. Красава, Диман! Красава! Вот если бы ты отправил 38, я бы тебе выдал приз за оригинальность. Потому что это был бы единственный роут, который... Ну, скажем, единственный в топ-20. Наверняка там, не знаю, а давай для прикола Рэйвена посмотрим. Ну это смешно, реально. Я что-то не задумывался, что реально то же самое место. Блин, обидно, наверное. Так, ну рампу не и завязал. Я, кстати, чувствую, что нам надо смотреть все демки до топ-20. Потому что комментарии оставлять можно только... Ну такие критичные вот здесь. Типа что? Не до Стрейфил. Как в старый добрый. Знаешь, смотришь, когда у тебя все демки нубские. И ты, типа, такой смотришь и всем даешь какие-то... Ну, ну легко говорить, что, типа, он не до Стрейфил, он не до Стрейфил, он не до Стрейфил. А ты банальный комментарий, который и так понятен, как бы, да? Интересно. А не все, не все. Не всем понятно. Всем понятно. Не многие... Слушай. Он уже не нашел кнопку со скоростью. Че, служил? Возможно. Я записал 400 обзоров, Маскаль. Я знаю, что люди, не все знают про достаточно очевидные вещи. Ну, фраза, ты не до Стрейфил, как бы это звучит... Ну, я условно же называю. Понятно, что, может, это... Не Рэйвен, молодец. Рэйвена надо смотреть, я считаю. Он везде занял, подождется. Рэйвена надо смотреть. 42. Все равно, надо всегда стараться лучше. Не забывайте про это. Ну, да. Не использовал вот слайд. Вот слайд, бы много скорости дал. Кнопку неправильно использовал. Это... Да, это, в принципе, правильно использовал. Не стрейфит здесь совсем. Ммм, сложно все-таки. Посликал не очень хорошо. Друг на дозону оттягивать там, а новичкам-то сложно. Типа, нужно там спейсинг соблюдать, шафтить еще. Слушай, ну, реально не нашел походу. Ну, да. Ну, она как-то не очевидна, сзади где-то висит. Никаких знаков нету, что она там есть. Какие знаки должны быть? Типа, посмотрите назад. Ну, типа, да. Ну, а как-нибудь ты скажи человеку. То есть это же... Ой, он меня перебил. Перебил мой тест. Типа, надо же сказать человеку. Как, карта должна говорить об таких особенностях? Ну, да, согласен. Хоть каким образом, не знаю, мне без разницы, как ты это сделаешь. Скажи людям, кнопка сзади. Еще было бы прикольно делать разные триггеры на кнопки, которые по-разному работают. Если она тебе дает просто высоту, то там, например, синий. Если она дает тебе скорость, типа вот как получается на старте и в конце, да, то она, допустим, красная. И ты уже визуально... То есть ты визуально даешь... Ты создаешь визуальный ряд для игроку, ему будет проще ориентироваться. Это понятно нам, типа, пофигу, какой там цвет, мы просто запомним это. Ну, типа, у нас затрочка намного больше. Ну, вот у нас у всех. А вот эти люди, они... Им надо помогать осваиваться в игре, им надо помогать создавать визуальный ряд. Причем такую же карту было бы приятнее и москалю играть. Вот тебе было бы приятнее начинать играть карту, если бы по цветам был разбит способ, типа, кнопка работает. Да, всегда приятно играть карту, которая визуально тебе помогает. Ну, вообще визуально приятно выглядит. Но я все-таки скажу, что должен быть какой-то небольшой элемент поиска какого-то такого. То есть не все должно, например, мега очевидно быть. Понимаешь? Не, понятно. Я ж не говорю, типа, сделать роут какой-то очевидный. Ну, я в том плане, что визуально тоже должен быть какой-то мозговой, так сказать, процесс поиска. Ну, так, небольшой, по крайней мере. Но это не значит, что нужно пихать триггеры, не спадающие с визуальным этим объектом. Это глупо. Это не поиск. Да, и это не значит, что элемент поиска, это не означает, что тебе надо спрятать кнопку за спиной у игрока, который даже не посмотрит назад, как бы. Ну, типа, плюс-минус Ланну. Ну, типа... Ну, такое. Короче, JustGamer, давай. Опять влез в топ-20. Топ-20, красавчик. А, не, он тут раз в топ-30, но на обзоре этого Тим Конлана был. А, да? Да. Ну, на той карте. Кнопку не очень хорошо прошел первую, слишком мало скорость у меня получил. Поздно на Слик приземлился. Хороший, в принципе, хорошая кнопка. Да, господи, живи давай там, хэштег живи. Хэштег живи. Поздно ему кнопка дала, и в конце... Ой, да, запорол финиш в конце немножко. Плазму. Ну, да. Не, она функционала. Ну, все равно топ-20, молодец. Ему очень тяжело давалась эта карта. Карта непростая, не совсем для новичков, прямо чтобы заморачивали. Зон, ухудшили, вот сколько? Ну, это невыгодно. Понятно, что можно, речь же про то, что, например, те люди, которые могут делать лучше правый цирк, вот как Роман, например. И те люди, которые могут делать задний стрейф. Ну, тут, по идее, да, выгоднее всего это задом начинать, потому что тебе же сразу дают эту скорость. Слушай, ну, все равно нужно разворачиваться потом обратно. Это не как вот на карте ДФЦ этого халвара, где нужно реально стравить спину, это выгодно было. Ну, помнишь, где там этот дробаш был. Здесь без разницы. Здесь все равно нужно будет разворачиваться. Ты думаешь, я забуду этот кусок говна, Москаль? Мапперы все хорошие. Так, пропустим это. Ладно, GH Hype. Ладно, я тебе скину файл, сам вырежешь, замонтажешь, зарендеришь. Все, добились. Добились. Так, Haze. Haze. 7,4. Не, ну, ничего личного, Халвар. Просто ты сделал говно на ДФВЦ всего-то. Все, все, все сделали, а в том году все сделали говно на ДФВЦ, даже Капкорп. Поэтому видео о WorldStrength у них сразу сработал, да? Да, да. Ну, тут и было бы слика побольше по времени, возможно, было бы выгоднее, как бы, по WorldStrength. А так, если его мало, то смысла особо нет. Хорошо, кнопка в конце прошел. Да, очень хорошо. И выровнялся очень, очень романно. 27,4. КАНДЕДЫ КОШАКОВЫ. СОВЕТ УНИОН. СОВЕТ УНИОН живет в прошлом. Нет, в Советском Луке живет. А, у него ОНИОН написано? Да я шучу. Я что-то не замечал. Он хороший стрейф. Ой, зря в конце стрелял. Зря, да. Сликзу из Омала потерял миллиард секунд. Не стрейфил, он деды плохо стрейфит. Ну, Андреды. Как это ты сказал? Андреды? Андреды. Ладно, все, это просто шутки, ребят, все. Нормально все. Не, ну, по фактам, как, в смысле шутки, по фактам. Андреды стрейфят плохо. Это не значит, что мы булим Андредов. Это значит, что Андреды, внимание, обратите свой взор на стрейф. Потренируйтесь стрейф. Правильно? Правильно. Мы же не булим, мы подсказываем, что вот пушки у Кошакова. Да, пушки хорошие у него. Хорошие. Стрейф, говно, работай над стрейфом. Ладно, ну, не говно, ну. Давай дальше, короче. У вас, короче, плохой стрейф Андреды, забей. Старайся, не старайся. Ну, надо лучше стараться. Так, левый сиркл. Ну, смотри, слева сиркл тоже нормально, скорости можно было получать. О, скип кнопки и две получают. О, 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 о. Ну, 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 красиво, но это красиво. Ну, красиво. Ну, это оригинально, Москарь, как ты считаешь? Да нет, в одном месяце спиной прошел, типа, не знаю. Ну, это, надо приз за оригинальность, это будет оригинальный роут. И надо приз за красоту какой-то, да? Да. Если красиво, прям вот, все плавненько. Так. Ну, скип, ну, качественно. Да, ну, нет, демка красивая, очень хорошая. Так, насос. Кстати, насос, я замечу, он единственный. Ну, наверное, почти всегда. Не, он единственный, в Телеграме я любой пост делаю, он мгновенно отвечает. Вот я только напишу, он тут же отвечает, что-нибудь да напишет. Это всегда приятно. Да, хороший. Проходил через эту кнопку, это медленнее. Один упс был в конце, очень медленно. Значит, с нами получится. 26,8. Ну, по кнопке плохо попал в конце. Типа, главное попадать в первые плазминки. Потому что, чем раньше ты получаешь скорость, тем быстрее получается. А без слайда просто медленно, правильно ведь? Да, без слайда медленно. Ну, там, как ни стрейфи, все равно медленно. Да. Тоже слишком высоко шел. Мало на слике, от кнопки оттолкнулся плохо в ЦП. Вот он стрелил наперед, кстати говоря, но... В этом смысла особо не было. Ты мог и перед поворотом на рампу он заходил налево, да? Он может стрелить и то же самое было абсолютно было. Было бы не то же самое, а я скажу, было бы быстрее немножко, если бы он стрельнул позже. Потому что у него скорость выше, чем скорость плазмы была. По-моему, у него ниже была. Плазма летит? Он там срезал, 2000, да. Но он, по-моему, срезал себе. Да, скорость плазмы 2000. Ой, Минова, да, Минова? Да, Минова. А чё, у них нет ни слайды? Так, смотрим. Не знаю, чё он ни слайдил. Ну, такая же. А, у него... Не, подожди, он когда... Когда он выстрелил... Да, там в начале комнат он стрельнул. А, тогда да, тогда ладно. Ну, то есть... Но, если бы у него была здесь скорость выше, А он бы всё равно, если он сам на чайльстрил, тогда пофигу. Реально. Он бы всё равно не догнал. Ну, типа... Чтоб, да. Чтоб Минова плохо застрейфил, это странно как-то. Ну, странно, что слайд не использовал. Да, топстрейфер, вроде как. Может, он на дед? Чё, блин? Ладно, суп из Норвегии. 26-7. Правый циркл. О, нормально. Хороший слайд. Нормально. Я думал, что сейчас ПГБ будет. Никто ПГБ, видимо, не умеет делать. Наше то время только стрейфить умеет. О, два раза кубку ткнул, получается. Ну, и получился хороший президент на слайд. Да. Я соединил слово слайд и слайд. Получился слайд. Слайд. Ставьте слайки, подшмисывайтесь. Да. Ну, разрывы маленькие у ребят. Да, пошли в ПС. А куда ты хочешь, чтобы они пошли? Провокационный вопрос, Сергей. Ну, желательно ниже меня в таблице, чтобы они пошли. А я понял. Тоже слишком высоко, но слик упал поздно. Здесь можно было побыстрее с кнопки отлететь. Ну, стрессы здесь стабильно слабоваты, да. Получился. Ну, а не там, я подозреваю, что половина ФПСов раньше в андетах просто были. 30 тюксов очень медленный в конце. Ладно, сколько это получается. Кринжзор. Кринжзор. А, может быть, да. Я не помню карту. Я помню, что он отправил демку, типа, ботовую. Чего? Это было очень давно. Кстати говоря, Найт. Что Найт? Найт очень низко. Таблица. Нусмотря где ты живешь. Где-то Найт высоко. 26,2. Да Найт, мне кажется, не особо прям затрачивает. Типа так, часто участвуют для массовки, мне кажется. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Ну, вот я бы... Вчера, когда карту первый раз открыл, я бы поиграл еще часик. Я бы, может, Найт и перебил. А Найт же скилловый. Я не думаю, что ему тоже сильно много времени надо, чтобы такой средний китай поставить. А тайминг остался. Слушай, ну, это хороший роут, посмотри. Он просто... Он не нашел, что кнопки можно пилить, наверное, да? Нормально, вроде, что прошел. Для своего роута он очень качественно прошел. А тут непонятно. Тут опять вот эти вот кнопки. Тут надо... Вот на каких картах? Всем на заметку надо проверять вообще все. То есть надо прям отключать мозг и идти заниматься херней. Например, идти пилить кнопку, которую ты в целом просто пролетаешь мимо. Типа... Которую ты стреляешь. Ну, таким... Обычно, наоборот, я максимально мозг включаю, чтобы найти что-то. Не, ну, я в том смысле, что надо отключать, типа, именно как логику какую-то, что... Ну, типа, наверное, здесь ничего нет. Вот я стреляю эти кнопки. А нужно именно заниматься всякой херней и тестить все подряд. Вот именно где кнопки, шмотки. Потому что некоторые кнопки можно замапить по-разному. Какие-то кнопки могут работать от урона. Можно сделать кнопку, которая будет тебя пихать, если только ты с перчатки, например. Типа... Или там только с плазмы. А сколько перчатка? 100 урона ей, да, дает? По кому? По игроку, которого ты пилишь? Да, ну, по кнопке, по идее, тоже дала 100. Ну, ты тем раннер, я особо не помню, сколько она пили. По-моему, 100, да. 100 урона. Вот, типа, можно сделать кнопку, которая 100 дэмэджа. Если кидаешь плазминку, то там получается, типа, 6 дэмэджа. Ну, или меньше, ты можешь сделать, типа, 2 дэмэджа. И тогда, если ты... Короче, кнопки... Не будем вдаваться в детали, я боюсь запутаться. Ну, я просто скажу, что можно было сделать с кнопками на этой карте, чтобы избежать того, что в итоге получилось. Не делать кнопки. Ну, ладно, сразу скажу, можно просто, типа, плеер-клип там положить огромный, чтобы только можно было плазминку туда стрелять, и все. Чтобы она не пилилась, ничего себе нельзя было сделать. Ну, это логичное решение в целом. Так, монтёр скипал эту... Ну, не, не, мне кажется, это медленно, типа, а кто потестил роуты у них? Это ж медленно. И на слик... Монтёр падает на слик в самом конце. Что? Что это? Что? В какое время я живу? Он не попал одну в скорость, кстати. А, не, не, вру, вру. Там две стрелы, все. Скип, да. Мне показалось, он три стрельну. Почему такие, когда качество демок такое плохое у людей, у которых этого раньше не было? Типа, ну, либо люди забыли, как играть, либо, я не знаю. Ну, может, мало времени просто было, шо уж так. Ну, как мало времени? Типа, ну, я понимаю, что можно уделить мало времени на карте и сделать плохой тайм, условно. Но игрокам уровня монтёра и всяких найтов и так далее, ну, то есть это опытные игроки. Я не говорю, что они прям суперскилловые, и они должны были топ-1 взять. Я говорю, что они опытные. А опыт, это значит, что у тебя есть грамотные рефлексы, которые тебе говорят сразу, как только ты открываешь карту, тебе говорят, ага, здесь я хочу падать на старт слика. И ты всю оставшуюся жизнь, так сказать, которую ты играешь, эту карту, ты пробуешь падать на старт слика. Слушай, но моя демка тоже так себе выглядит, на самом деле, если прям так выбирать. Ну, ты там упал, типа, чуть-чуть раньше, чем старт слика, тебе пришлось прыгать, типа, это допустим. Но это, по идее, сразу ресет. Я бы ресетнул твой демок. Ну, я тебе объясню, почему я не ресетнул, когда бы демка смотреть. Я думаю, что ты думаешь, я такой, а, ну, поэтому, ну, тогда ладно. Ты думаешь, я вот так, нет, нет, нет. Ладно, Enter 25, 8. Прослайдил. Это хороший, кстати, у него получился. Он тебя не выпалил на первой кнопке, поэтому скорость не будет. Но он PowerPoint, наверное, использовал. Кого? Тоже у нас не как-то. Зачем так делаете? Неужели, типа, ну, я не знаю, как, типа, поедине, ничего. Даже не придумал никто. Почему Enter это? Да нет, там есть спейсинги, там есть спейсинги, там можно нормально приземляться. Ну, да, так мы же видели эти спейсинги, конечно, есть. Так, ладно, 25, 6. Ну, не знаю, прям печаль от меня. Туэн кипячок. Карта такая качественная. Ну, ладно, не очень качественная. Но карта лучше, чем, как бы, это... Чё, первый раунд. Карта хорошая. Фрости, стоп-стрэффер, он тоже себя не направлял на первой кнопке. Вот! Вот же, вот! Увольняем Enter, берём Фрости. Вот, хорошая идея. Ладно, промолчу. Ой, промахнулся в конце много, да? Да, промахнулся. Не, Enter не увляем, Enter наш, это... Наш, так сказать, золотце. Наши яйцовы бирже. Так-то, драконикс. Драконикс, да. Тоже игнорировал первую кнопку. Ну, и не зла. Ну, вот, хороший спрейсмак. Получался игнорировать первую кнопку, я не знаю. Да нет, да это медленнее. Наверное, если делать идеально кнопку, ну, идеально первый-вторый выстрел, то, конечно, выгоден наш рот. Ну, я не знаю, я всё, не хочу подстать всё. Не, сейчас посмотрим, подожди. Значит, у тебя здесь сколько скорости? А, он тоже. Ну, не ты, в смысле, у тебя вот... Вот у тебя 1100, подожди, вот у тебя 1100, ты кидаешь в кнопку, ты получаешь 400, у тебя получается 1500. 1550 я выбивал на первой кнопке. Ну, округляем, 1500. Вторая кнопка даёт тебе 400. 1900. Плюс я стрейфил между кнопками. Плюс ты стрейфишь между кнопками. Ну, это сейчас неважно. Понятно, что можно нагнать тут и там. 1900 у тебя на выходе после второй кнопки. При этом ты вот на этой, типа, скажем, на этой линии ты получаешь больше скорости, чем ты просто стрейфишь и скипаешь первую кнопку. Получается, у тебя средняя скорость по комнате, она выше. При этом, как бы, выход тот же самый. Да, но здесь можно получить и 2000, наверное. Нашим роботам получить 2000 можно, но сложнее. Плюс ты до этого немножко траекторию режешь, то есть ты не уходишь прямо в кнопку, ты там заворачиваешь за угол, да? Ну, не знаю. Тут реально надо, тут надо, да, тут надо тестить, короче. Потому что так не особо понятно. Ну, ты можешь, вот, если не скипать, ты можешь такую же скорость выбить? Да, конечно. Ну, все, значит, можешь лучше. Да, прям сейчас покажем демку, наверное. Ну, да, досмотри эту демку и покажем демку, старт называется. Там, в принципе, близко к идеальному старту. Хорошо у нас лип упал, хорошо кнопку завязал. Ну, три плюс пила, это почти самый стандартный роут у всех. Ну, либо ским, либо три плюс пила. То есть, либо ты ставишь дополнительную плазминку на ским, либо ты делаешь ее в скорость в предыдущей комнате. Ну, пила, это вообще косяк жесткий. Типа, это, получается, все роуты под один, грубо говоря, подбило. А так бы разнообразие какое-то, мне кажется, могло быть. Да. Типа, вот это, то, что можно было пильнуть, это вообще косяк жесткий. Не, скорее всего, все бы проходили бы через ТП и провалили сквозь текстуры. Да, ему не сказали, там можно сквозь текстуры провалиться, безза кнопки. Это, наверное, ГОСТ что-то сделал. Ну, вот. У тебя и траектория здесь получается, типа, как будто спейсинг и траектория лучше, чем у ребят, нет? Да, и тут плюс 250 от моей демки уже, итоговый. Плюс это не магни, это не максимум, кстати. Можно еще быстрее. Так, парки-поп 25 и 3. Уже топ-4, да. Будем поздравлять топ-4, а не? Поздравляем, проки-попа. Ну, плюс-минус то же самое, например. Ну, по итогу-то да, но до этого, чуть-чуть медленнее все-таки до этого. Ну, не знаю, я бы, вот если бы это было, например, до FVC. Был зафорил дубл-жамп, но по спейсингу нормально получилось. Что-то да. Ой, вот это зря. Вот это противоп-зря. О, минус репутация про кип-поп. Уйдем дальше. Он, по-моему, все промахнулся. Либо, если попадал, то патроны уже долетели после того, как он финишировал. Лучше было бы сняк плазмить, да. Вообще не очень. А что я говорил? А, если это FVC и вот эти два роута, они, например, там, фрейм разница. Ну, то есть можно и там выжать, и там выжать. И они, получается, дают тебе одинаковый чекпоинт, плюс-минус. Я бы выбрал тот, который просто легче делать. Потому что это старт карты, и тебе проще, получается, замаксить что-то еще. Если у тебя старт становится проще, тебе проще саму карту играть. При учете, что там реально нету прямо перевеса по тайму. Типа, ну, по выгодности роута. Если какой-то из вариантов чуть-чуть хотя бы быстрее, типа, ну, там, на полтинничек. Хотя полтинничек это дохера. Да, ну, пусть, ну, 32 быстрее. А так как это старт, это человек, который быстрее, и ты, если получаешь больше скорости с какого-то роута, у тебя это там еще много-много прыгать, еще и шафтить, и всякое-всякое там, у тебя это потом в итоге плюс сотка станет. Слушай, ну, если говорить именно конкретно про эту карту, то вот каким образом ты делаешь старт, вообще пофигу. Самое главное, как ты проходишь комнату с этими кнопками. Там самый основной плюс. Я за этого и выиграл, собственно. Так самый основной плюс, понятно, что... Понятно. Ты же на результат играешь должен везде стараться. Чувак, когда баг получается один раз из ста, невозможно делать везде. Я проходил так, что я забивал на первую комнату, на первую часть плейн-карты. Проходил, вот, постоянно отвали, просто доходил до этого, короче, триггера, до кнопки и пытался забилить с багом. Ну, еще у меня, кстати, был второй вариант. Потом, по-моему, покажу. Я, по-моему, демку записал, ты ее не показал, надо будет посмотреть. Это тоже важно показать. Давай дальше. Мак-мак. Какой-то, кто это? Че там показать, ничего не понял. Ну, в демке покажу еще. Че покажешь? Да не все демки показал, там была демка, еще одна, по-моему, с другим роутом. Голосуйте, звать москаля еще на обзоре. Два ночи. Я просто ставлю. Миллиард демок. Ну, интересно же смотреть крутые демки, там, роут, которые никто не использовал. Крутые, интересно. Ну, я тебе покажу сейчас. Тэти неинтересно. Какая? А, подожди, значит, баттон. Один плюс два ты показывал? Да, мы все посмотрели здесь. А, два голубей фастер. Два, не, 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 не стоит отсутствовать, нет, это было. Мы средний не показывали. Да, да, ГБ. Суперили. Значит, это был роут. У меня, по идее, вместо бага с кнопкой, но очень сложно застрейфить до этого роута. Тут надо идеально попадать. Замедли. Это был жамп от последней ступеньки. Сразу на рампу. И от рампа обычным прыжком сразу в яму Я так сделал, по-моему, в ранее АЗ-2, но Очень ты низко летишь Ты не успеваешь стрелять в кнопку, чтобы здесь Получился ским Там надо прям в первый пиксель Появление кнопки стрелять, тогда хватает спейсинга На ским Такие дела Это сравнимый моему роуту с багом кнопки Понял? Рифи Рифи Райф Ладно, в рифи Топ-2 Топ-2, поздравляем, в рифи У-у-у Блин, помню обзор, какой-то старый был По-моему, на карту пиву Когда я второе место занял Когда я не потестил эти лампочки некрасивые Димон хлопал обратными хлопками Типа, плохо Плохо Слушай, очень чистенько прошел Вот, если бы я не сделал баг с кнопками И выиграл Прям Давай еще раз посмотрим Вот это, на самом деле, очень топовая демка Он прошел практически все идеально, не считая старта Старт у него чуть медленно здесь получился Да, то есть можно было стрейфить и получить больше скорости И настолько хорошо, в принципе, прошел Здесь по кнопке хорошо И здесь он очень низко, вот на 3 ступеньку напал здесь Да был жамб очень низкий Он попал, он попал плазминкой в кнопку И быстрее поднимался Это еще ему дало Ну да, это дофига-то и деда Денка и талоны для этого роута Но, к сожалению Но, к сожалению, победил москаль, что поделит Нет, к сожалению У меня получилось финишировать с этим багом Да, плохой старт Да, да Ну, комментируй Ты че? Ну, ты вообще, косяк Ну, это рестарт Тут нету никаких, типа, этих Экскьюзов, так скажу А мог бы еще быстрее Мог бы 24,5 сделать 24,4 мог сделать Тем более Понимается Поздравил даже меня Сейчас Че тебе, да стараться лучше надо Сейчас поздравляю Вот такую демку За такую демку тебя поздравляю Москаль, что это такое? Вот это вот Вот это Я тебе еще раз объясняю Я тебе объясняю Нажимаешь Kill И начинаешь снова А я тебе объясняю Что первые планы карты На рекорд вообще не влияет Ты проходишь плюс-минус две сотки Вообще плевать Нужно сделать идеальный рот В следующей комнате Это не так работает Я не говорю, что Не нужно сделать Для всех карт Так не работает Вот иди и сделай Давай иди Как Сейчас Задиваться Нече Сейчас Все дрочильню Это играть Я уже старый Мне не тупо Не то что старый Я могу все еще Я же вон Тенасити Побил Давай Мы обещали Разобрать кнопку Почему так происходит Какую? Ну бак с кнопкой Самое главное Это в замедлении Почему это происходит Вот ты понял? Зрители тоже не поняли Давай смотреть Какой бак с кнопкой? Ну как я подлетел Тут еще Стой, тормози Егор, ты че? Я с кнопки подлетел Высоко Маскаль тут 500 кнопок Ты скажи где? Ты даже не понял Что произошло? Не, я вижу Что ты подлетаешь Выше Замедляй Че здесь? С этой кнопкой А можно еще меньше Тэмскилл? Не, не, не Ну хорошо Рыжит меня троллить Ну А Тормози прям у нее У ней Ой, господи Попробую объяснить Значит в чем суть Тормози прям Замед Стой Ёп А я нажал Он видит Он забаговался Тэмскилл забаговался Ребят, обзор у нас Экспериментальный Эксперимент позвать Москаля Че-то неудачный Пусть правильно В следующий раз Просто с нами дымка Пожалуйста Здесь Просто полностью С нами Спасибо Давай рассказывай уже Москаля Пожалуйста На этой карте Работаю таким образом Когда мы их пилим Или стреляем Понимаем Они опускаются вниз На мгновение Потом поднимаются наверх Ну как мне объяснял Димон И в момент Когда я ее пилю Она смещается вниз Через фрейм Я залетаю на ее место Она возвращается обратно И телепортирует меня над собой Как-то так это работает Я не знаю Как это стабилизировать Прямо по кадрам Смотри Я ее еще не коснулся Именно надо не врезаться в нее Обязательно Я пильнул Она ушла вниз Вернулась И подняла меня наверх Я считаю Вот я по своему опыту Просто скажу Всем мапперам Если кнопка Стоит Таким образом Получается Как бы Как Смотрит вот туда Да Ну скажем Смотрит влево Там можно Когда делаешь эту кнопку Можно выбрать направление Куда она будет Типа убираться И всегда нужно выбирать Противоположное направление Куда она смотрит Чтобы ничего такого не было Типа Ну это Тут Вот эта вся одна большая кнопка Это Огромная ошибка Типа Эта кнопка Просто Одна большая ошибка Она часто Просто пихала внутрь И всю скорость сбрасывала Но Я каким-то образом Смог сохранить И дальше пытался Как-то это стабилизировать Но у меня ничего не получалось И я чудом Просто один раз Донесся до финиша Подожди А если Ну тут надо Димона спросить Если ее например Сделать Чтобы она Оттуда Задвигалась Внутрь Тогда она тебя Наверное Она тогда тебя будет Боговать или нет Не, не будет Вопрос Да господи просто Клип положить сюда Плеера Все Вообще мозг не парить Да проверить Блять Кнопки надо Почему ты в одну Можешь упасть А в другую нет Одну можешь Пильнуть А другую нет Это тест Такой был Карты Типа Ну Это Это даже Тут С тестером Всем прошу прощения Это не к тестерам Вопрос Ты когда мапишь Ты это видишь Типа Ты видишь Триггеры Видишь Кнопки Видишь Что где как Короче Не знаю Ну косяк Который вот Который дал мне 450 В этом месте Ну да И Маскаль выиграл Вообще Не за Еще и на слик Упал Хуево Пиздец Демка Баг С багом Который работает Раз в тысячу лет Еще и на слик Плохо упал Это как Не знаю Демка Анха Была На FVC 21.7 Где там была Супер маленькая Рампочка Помнишь 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 Конечно О Такое Не забывай Слушай Ну Давай я просто скажу так Задача дифрагера Найти Самый быстрый способ Добраться от старта До финиша Как бы он Не был сильно спрятан Каким образом Он не был спрятан Типа Карта дана Дана неделя Да я согласен Я абсолютно с тобой согласен Маскаль К тебе претензий нет Ты молодец Ты безусловно молодец Ты занял первое место Я больше Ору на маппера Потому что Такое Ну типа Карта в целом Глобально Создает Приятное впечатление То есть играть ее приятно Она динамичная Ну Давай я Поскольку я выиграл Я скажу свое мнение по карте Мне Играть ее под конец Было не очень приятно Но По впечатлениям Которое она мне подарила За эту неделю Это конечно Прям топ карта Потому что каждый раз Когда я находил Новый роут Просто было Что И так можно сделать И так можно сделать Как это возможно Просто каждый день Я находил Я В Райф находили Новые роуты К Сас К сожалению Не играл Эту карту практически Поэтому С Райфом На пару были Ну нормально Ну да Диман еще Подсказывал В ЦПМ А где Диман В ЦПМ Он не отправил ЦПМ Да Не Он в углу Трископ Время потратил Котожоп Как скажешь Брат Так Ну в общем то Вот результаты 64 демки ЦПМ 44 демки ВГУ-3 Карта я считаю Ну Средняя Скажем Это неплохая карта Косяки Конечно Раздражающие Но в целом Ощущения приятные Без них не так было весело Вот это точно скажу Ну как бы Да Наверное Но Ну вот этот именно Косяк с кнопкой Пусть Пусть они все Пилятся Эти кнопки Но то что она Уходит вниз И может тебя Сквозь текстуру провалить Которую кнопку Которую скоро издает Можно Ее стрелить И в определенный момент Она может тебя сквозь Сквозь текстурой Вот Ну типа Вот эти вещи Это Не знаю То есть это Я по своему опыту Скажу Это просто Я получается Настолько Много Видел И багов И всяких карт Что ты когда Делаешь сам карту Даже если ты понимаешь Что человек Например В эту кнопку Ну никак До нее не доберется В нее только стрелять Все равно Все равно У тебя Должен быть рефлекс Сделать Чтобы она Выдвигалась Куда-то Там Ну в нужную сторону Не просто Как попало Потому что Мало ли что Нужно понимать Что люди Они Это Любопытные Так сказать Так ну ладно Не важно Особенно Дефрагеры Особенно Дефрагеры Показываю Значит Картиночку Которую я сделал Контент Как на первый раунд Значит Newbie friendly Желтенько Значит Ну как бы Ну Типа Можно пройти Но Оно Конечно Не шибко Ну сложно найти Кнопку для скорости Она не совсем очевидная Да Что она там И Я думаю В целом Если хочется Пройти быстро Плюс-минус Ну скажем Не быстро А плавно Да Типа С одной динамикой Всю карту То наверное Она будет сложновата Для новичков Значит Для прочков Мне кажется Карта отличная Есть над чем подумать Роуты подтестить Там И то и все Маперы О нас подумали Хотя Тут Я вот тут Наверное Исправил Желтенько Поставь Пожалуй С учетом Какая демка Первая Ну это Это преподготовленная Поэтому я не буду Сейчас менять Короче Вот здесь Красный Вообще Наверное Потому что Вот эти Вот этот именно Косяк с кнопкой Что Это сам мапер Это может быть Это Это даже Я не хочу Обвинять Никого-то Конкретного Потому что Два мапера Эта карта занималась Возможно Когда Гост Что-то Делал Дизайн Он возможно Что-то Случайно Удалил Или переделал Ну типа То есть получается Вот он даже Сосульки Например Ставил Он случайно Может там Триггер кнопки Это какой-то Удалил И такой Блин Я удалил Триггер кнопки И заметил Его потом Например И Контроль З Не сделаешь И Получается Сам Сделал Кнопку И сразу Видно Что делал Гост Да На карте То есть Дырки В текстурах Блять Кнопка Сразу Понятно Что Просто Не ставил Сосульки И все Было бы лучше Ну Сосульки Как бы Да Такое Мне кажется На это время Тратить То что Кнопки Пилятся Это было Задумано Но то что Пилится Только правая Кнопка Это не было Задумано Ну типа Да Короче Тут вопрос Вопросов Как бы К мапперу Нету К тестерам Тоже особо Нет Наверное Вопросов Хотя Должен быть Я бы Тестерам Вообще Еще и мапник Давал Чтобы они Так сказать Навыков И смотрели Все ли Грамотно Сделано Потому что У мапперов Понятно И глаз Может замылиться Если карту Долго там Делаешь И то и все Что-то Можно не замечать Но нужно Все равно Все перепроверять Особенно Такие вот моменты Короче ладно Натуральная динамика Да Прямо мне По динамике Все понравилось Играть весело Ну как бы Средненько Из-за багов Из-за Того что Кнопки не всегда Там Визуально Кнопки Получаются Не всегда Соответствуют Да Как на шафте Да Ну и еще Вот эти кнопки В центральной комнате Там Например Боковые В них можно стрелять Не попадая в них Только То есть сбоку Они будут Снова подкидывать А кнопка На скорости Она четко По вентилятору идет То есть Чуть левее Чуть первее Все Скорости не дается уже Это странно Ну это Да Тоже какая-то Как будто Недоработка Но в целом Такое Типа прощается Потому что Карта Не то чтобы Прощается Но в целом Я бы сказал Что карта Она как бы Благодаря тому Что она динамичная И вся такая Прям Прикольная Ты на некоторые вещи Можешь закрыть глаза И типа Да Согласен И типа Ну окей Допустим Типа да Да и в целом Ну окей Как бы Подстраивайтесь Умейте подстраиваться Под карту Не надо сразу Жаловаться Ну и что-то там Писать кому-то Надо подстраиваться И все Это кому сейчас сообщение Это не важно кому Это просто Так Ну Егор Не начинай Просто Просто всем Дифрагером Умейте подстраиваться Под карту И будет у вас Скил расти И все Будет короче Расти у вас Давайте Да Нет я согласен Нужно подстраиваться Но Чтобы подстраиваться Было приятно Не должно быть багов Каких-то жестких Ну короче Ладно Нет Это немножко Просто разные вещи Типа Подстраиваться Под карту Это понятное дело Если ты Если ты делаешь Что-то неудобное Для себя На карте Не значит Что маппер Мудак Типа Если ты не можешь Там в какие-то кнопки Попасть Или понять Где именно Как Понятно Что может Визуально Не соответствует Но если ты Просто физически Не можешь Это понять По каким-то причинам Потому что У тебя Не знаю Пять извилин И четыре Нет Это уже не проблема Маппера Как бы Ну то есть Тут как бы Вопрос Именно в том Чтобы Реально Адаптироваться Да Но Ты можешь Адаптироваться И это нужно Делать Это нужно Уметь делать Адаптироваться К каким-то там Косякам Не косякам Посмотрите там Карту Мегатека С ДФВЦ 21 Там Весь Роуд На адаптации К этому Мегатеку Просто ужас Какой-то Короче Подытожу Если косяк Не глобальный Адаптироваться Можно и нужно Если вы хотите Быть хорошим Дефрагером Если глобальный То ну Нет Это речь Не про то Подожди А че Ну если есть Явная бирка Какая-то Если кривой там Рандом Если никак не стабилизируется Я про это Не рандом Понятно Не а как ты Рандом Ну короче Может быть Есть какие-то Прямо исключения Жесткие Да Да А я про че Я че-то хотел Подожди Это раз Я говорила Что это разные вещи А ты меня сбил С этой Так стать В смысле Блядь Маскалян Не позову больше Чдец Сбил С такой мысли Хорошей Пишите в комментариях Звать ли меня Или не звать Все скажут Что веселее С маскалян Че Все скажут Что звать Но это не значит Что Что ты позовешь Что если вы написали Об этом комментарии То я такой Ну тогда позову Раз написали Типа Я чувствую неуважение В твоих словах Посмотрим Какая третья карта будет Может кого-то Еще позову Надо разных людей звать Короче Нужно ли покупать ковок Наверное Нужно Не знаю Но это мем Чистая мем Что Я сначала вообще думал Когда я читал переписку Клановую Я думал Что там какие-то Типа эти Фраги надо стрелять Типа Эйм Эйм Карта Типа именно Как АЦ А оказалось Что это просто Стрелять по кнопкам Ну ты не важно Ну ты не важно А что за мем Типа Да не важно Ой я что-то дожал Подожди Нормально Хорошо Ребят Короче Ждем Результаты Третьей карты Да И все Спасибо Сергей За участие в обзоре Проговорили почти полтора часа Ебаный в рот Потеряно времени Как это Как это Говорят Потеряно во времени Откровенно Жаль Или как Как там Ты сейчас сам его теряешь Короче Ребят Подписывайся на телеграм Там много прикольных видосов Все Давай заканчивай А подожди Точно Бля Воскаль Спасибо В телеграме Бонус Не надо меня звать на обзор Никогда Не надо В телеграме Бонус Заходите Для тех Кто смотрит до конца Кому Совсем теху В жизни делать Кто Смотрел до конца В телеграме Бонус Телеграм в описании В телеграме есть видосик С зергом Сразу Вот такая Затравочка Все Всем удачи Спасибо Сергею Спасибо Всем за участие И всем До До связи Всем удачи Всем пока До свидания